Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. В этой серии продолжаем работу с танком Т-44 и будем наносить фильтр на модель. Фильтр буду использовать из набора АМАМИК и буду использовать Грэй Грин. Данный фильтр нанесем на модель и увидим какой получится цвет. И также хотел еще в этой серии поговорить об данной модели фирмы МиниАрт, что мне в ней опять не понравилось. Вроде бы хорошая, отличная модель, но есть у нее проблема траки. Я надеюсь, будет видно на видео, какой дикий провис получается у траков. Все собиралось по инструкции. И теперь вот как все висит. Сейчас очень хорошо видно. И также с другой стороны. И чем плохо работать с этими траками, тем, что они состоят из двух разных деталей или из двух разных траков. Один трак с зубом, второй без. Если убрать один трак, то получится нормальное натяжение, но тогда мы его не можем соединить. Если убрать два трака, то уже тогда не хватает соединить ленту. Конечно, лучше всего было бы использовать здесь в данной модели металлические траки. Я думаю, они бегли бы намного лучше. Тем более, эти траки, как видите, немножко потрогал, и они уже рассыпаются. Их надо делать глухими и склеивать все равно клеем. Чем плохо еще, что здесь нельзя натянуть ленивцами саму гусеницу. И теперь вот приходится думать, как сделать лучше, как сделать более красиво гусеничные ленты. Чтобы не было дикого провиса, так как на фотографиях они практически все в натянутом положении. И чтобы при этом не пострадали сами траки. Над этим я буду еще думать. Ну и буду уже делать траки после того, как нанесу фильтры. Сейчас я их сниму, уберу в коробочку и начнем наносить фильтр на модель. Вот, убрал траки. Также, перед тем, как наносить фильтр, более светлой краской выделил болтики. Всякие выступающие части. Крышки баков. Сильно контрастно не хотел делать. Сделал вот так. Перемешал хорошо фильтр. Отлил его в отдельную емкость, чтобы пигмент не усаживался. И начнем наносить фильтр. С днища танка. Заодно рекомендую это делать. Начинать снизу. Это самая невидимая часть, где можно что-то поэкспериментировать. И посмотреть, понравится вам цвет или нет. У меня данный фильтр. Устраивает. Поэтому будем его теперь наносить на всю модель. Хорошо наносится. Невооруженным взглядом видно, что цвет приобретает нужный цвет. Можно фильтры наносить и аэрографом. Кому как удобно. Но я уже привык работать кистью. Поэтому по старинке наношу фильтр при помощи кисти. Сейчас перейдем в ускоренный режим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Нанес фильтры. Дал им немножко подсохнуть. Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Фотографии можете увидеть после видео, где он будет в траках. Это до нанесения фильтров, без траков это уже после нанесения фильтров. И можно будет по фотографиям сравнить, есть какой-то эффект после нанесения или его нет. Но так на глаз очень хорошо просматривается, что фильтр придал небольшую зелень модели. И сам цвет стал более насыщенный и более натуральный, как у настоящего танка. На этом буду, друзья, заканчивать видео. Кому интересно, продолжайте следить и смотреть за выходом новых серий. Всех благ вам и вашим близким. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok